Тверскими сотрудниками ФСБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, причастной к модернизации и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов. В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота по местам жительства задержанных в одном из районов Верхневолжья изъято 4 автомата, карабин, СКС, 2 пистолета-пулемета, снайперская винтовка, 3 пистолета, 4 приспособления для бесшумной стрельбы, более 1000 патронов, свыше 6 килограммов взрывчатых веществ, основные составные части, оружие, стволы, затворы, затворные рамы. В результате расследования уголовного дела собрано доказательство причастности двух жителей Тверской области 83-го и 77-го годов рождения к совершению преступлений. Решением судебной коллегии по уголовным делам Тверского областного суда фигуранты признаны виновными. Одному назначено наказание в виде 5 лет колонии строгого режима, другому – 3,5 года колонии общего режима. Кроме того, каждому из осужденных назначен денежный штраф в размере 240 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Сотрудники наркоконтроля регионального ОМВД возле одного из домов по улице Мичурина в Заворском районе Твери задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенного вещества. В ходе личного досмотра злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли 23 свертка с героином. По данным оперативников, мужчина прибыл из Москвы для распространения в Твери наркотиков через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. В рамках акции «Безопасный транспорт» сотрудниками Тверского линейного отдела ОМВД России на транспорте совместно с представителями РЖД «Тверская дистанция пути» Октябрьской железной дороги на железнодорожной станции Редкино провели профилактические беседы с маленькими пассажирами и их родителями, напомнив, что железная дорога – зона повышенной опасности. Сотрудники полиции привели примеры трагических последствий из-за безответственного отношения к правилам безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Организаторы мероприятия рассказали детям о том, как правильно переходить железнодорожные пути, а взрослым – о вступивших в силу изменениях в административном законодательстве. Напомним и вам – пятикратно увеличен штраф за переход путей в неустановленном месте.